Мы с подвала вышли на улицу просто на солнышко. Это было 11 дня. Идут трое. Бриджики, тапочки, футболочка. У него кепочка. У меня и кепочки не было. У нас сумка была. Запас на три дня. Мы брали водички на три дня. И все. И нас посадили в автобус, там предложили. А я говорю, а если мы не хотим? Будете лежать вот здесь, где стоите. Сейчас такое начнется. И действительно, мы только отъехали этим автобусом от объединения Первого Майского. Отъехали мы не более двух километров. И нас снаряды чуть ли не в автобус били. Не специально нас. Просто пальба была. Они не преследовали наш автобус. Там же стреляют. А вы куда? Лишь бы вперед. И нам Красный Крест, благодаря которому мы сюда попали, на сегодняшний день помощи не оказал ни на одну копейку. То мне нет 70 лет. Ну, откуда я виновата, что мне еще года не хватает до 70? То детям до двух лет. То детям до двух лет дают помощь. То матерям-одиночкам. Все. Я не получила от них ничего. Волонтеры перестали давать. То давали хоть кое-как продукты. А в Январе как дали коробок один на двоих. Там две баночки тушенки, две баночки консервов, бутылка масла подсолнечного и какие-то макарончики. И на этом было все. И по сегодняшний день. И не стойте, и не ходите. Она нас не хочет видеть, наша волонтер. Это единая точка в Изюме у нас. Там чуть пониже. Все. Хотя эта помощь идет от 13-го Ахметова, нашего, нашего, самого бизнесмена-земляка. Они не распоряжаются, как хотят. Я вчера набралась, ну не знаю, храбрость, смелость, наглость. Пошла к этим христианам-баптистам у нас тут. Говорю, Галь, дай хоть что-нибудь. Ну хоть что-нибудь дай нам. Я получаю пенсию, мы получаем соцпомощь на оплату жилья. Но жилье здесь очень дорого. Мы вот в гостинице платим дешевле, чем вот бы квартира в этом доме даже. Если бы у меня было жилье, и мне бы забрать оттуда холодильник хотя бы. И телевизор. Советскую машинку еще круглую. И все. И телевизор с видиком. А все остальное я поставила родине. Так, а что у нас тут еще есть? Памятник. Бассейн здесь есть. Хорошая детская площадка, вот, пожалуйста. Здесь аттракционы. Вот школа, пожалуйста, у нас номер 4. Хорошо здесь такой тихий, можно сказать, райский уголок. Не шумный. Я хочу, чтобы вернуться домой, не было войны. И пусть будет чуть-чуть и голодно. Я там буду получать ЛНРовскую пенсию русскими. Придется подчиняться тем законам. Или оставаться здесь. Оставив там холодильник и все на свете. Субтитры сделал DimaTorzok